Всем привет! Я сегодня к вам снова вот с таким ящичком, которое буду заточковывать двум женщинам. У меня их два ящичка, двум женщинам на 8 марта. Покрыла черной краской. Ну, это муж там у себя покрывалку до черной краски. Я думаю, свою краску не буду красить, думаю, все равно точками все закрою, потому что я заранее уже придумала, как я буду заточковывать. Поэтому покрыла черной краской. Мой ящичек функционирует, на кухне стоит, глаз радует. Но я и подумала, думаю, дай-ка я своих любимых женщин тоже порадую, на 8 марта подарю. Это видео, правда, выйдет после 8 марта. До этого я не буду выставлять, чтобы мои женщины не увидели подарочки, потому что они все смотрят мой канал. А разрисовывать я буду так. Вот этот первый ящик я буду покрывать, вот специально поставила вот так, моими любимыми кружочками. Во-первых, на черном хорошо смотрится. Во-вторых, никакой заморочки не надо. Не надо никакого рисунка, ничего придумывать. И заточкую вот прямо вот, ну, все-все-все-все-все сплошь. Сплошь и здесь, насколько рука у меня хватит. Ну, в общем-то, все вокруг. Я заточкую вот этими вот такими кружочками. Может быть, женщине одной вот вместе с этой баночкой подарю в комплекте кружочки. А на вторую, вторую еще не придумала, как буду делать. Но тоже что-то такое, что будет сплошное. Потому что черный цвет, надо все равно как-то все это украсить ярко. Ну, раз я уж покрасила черным, думаю, надо теперь выползать из этой ситуации. Немножко я покажу вот на самой верхней, потому что у нас люди есть, которые только-только подписчики. Они же не будут ползать по всему каналу, высматривать где и что и как. Одну сторону заточкую таким способом. Вот сразу даже могу рассказать. Очень хорошо кружочки смотрятся, когда они разной величины. Посмотрите, большой, маленький, там, средненький. Ну, чтобы они все были разной величины, тогда очень хорошо рисуночек смотрит. Одинаковый, он, во-первых, и не получится сильно одинаковый. Но я вначале, кстати... Так, сейчас даже вот сейчас кружку, мою любимую, всю кружку показываю. Самый-самый первый, на который я училась. Тут три цвета всего. Видите, одинаковые кружочки, эффект не тот. Или здесь кружочки, но тут, правда, разноцветные. Но все равно, когда разные размеры, смотрится поинтереснее. И, ух ты, краской. У меня ведь оно еще не просохло. Недавно сделала, я и забыла. Забыла, схватилась. Ну, ладно, неважно. Сейчас подправим. Я сейчас специально, кстати, делала. У меня ни одной баночки нет вот в этом. Таким рисунком, чтобы вам это постоянно показывать. Думаю, специально сделала, чтобы показывать. Как-то все. Все или отдаю, или кто-то забирает. Вот, ну, специально сделала, чтобы вам показывать рисуночек. Ну, ладно. Разговаривать много не будем. Сейчас одну сторону ящичка я заточкую. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. 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 Я вот такими загибуллинками сделала. Ну, тоже долго сидела, ковырялась с ними. Краешки вот треугольничками разноцветными. Ну, в общем-то, все, работа закончена. Единственное, я сделаю еще вторую и потом уже сразу залакирую. Лак здесь применю я такой, который под кисточку. Кстати, сейчас покажу, какой. Вот такой. Одна женщина мне посоветовала использовать. Он не пахнет, хорошо ложится на дерево. Ну, и закрепляет хорошо. Ну, я вот сейчас им пользуюсь. Он, конечно, хорош, но не для стеклянных изделий. Для моих тарелок, конечно, но никак. Кисточкой мазать тарелки нет. Я попробовала, нет фигня. Все разводы, все видно. Ну, а вот такие деревяшки большие, крупные, конечно, можно и покрасить. Я этим лаком даже и маленькие баночки стеклянные не делаю. Не знаю, что-то мне не очень понравилось. Он еще с воском, написанный с воском. Может быть, надо было какую-то другую купить. Может, более какой-то прозрачный. Я просто прочитала, что бесцветный. Вот тут написано. Бесцветный для саунда. Думаю, значит, крепкий будет, хороший. Ну, может быть, и хороший, но не для моих изделий. Я что-то хочу себе. Все-таки аэрозольный мне больше понравился. Я лаком раньше-то не пользовалась. Я вот только начала, как тарелки, тарелками начала заниматься. Так я их лаком начала. Написано, лак защитно-декоративный для дерева. Вот как раз вот для таких штучек и будет хороший. Использую туда его. Ну, на этом, наверное, на этой работе все. Закончилось. Долго я ее делала. Но, мне кажется, стоило. Такую красоту и подарить. Очень даже приятно будет. А следующую, тоже такую же черную, я, наверное, сделаю салфеткой. Я вот купила опять гору новых контуров. Особенно белых. Белых сразу три штуки взяла, потому что их никогда не бывает. Золото и белый почему-то разбирают очень быстро. Ну, вот цена вот даже написана. 120-100 рублей. Вот белые последние купила по 93. Но я на базе их опять брала. У меня на моей базе появились. Появились, я взяла. 93 рубля стоит. Ну, там сразу надо покупать оптом 5 штук. А тут одного тюбика хватает надолго. Ну, так как я собрала сделать кружавчики, думаю, на этой работе, на другой. Имитация кружева. И мне белое-то хорошо уйдет. Да, белое вообще, собственно, в любой работе. А тут у меня еще вот эти много остаточков. Сейчас работала с коробочкой. И все их побытягивала. Так что, и вот эта баночка будет у меня. Плюсом еще к этой коробочке. Надо на крышечке еще чего-нибудь налепить. Потыкать маленечко. Вот такой подарочек будет. Женщина в возрасте тоже чуть старше меня. Так что, мы любим красоту и яркость. Молодые любят такое нежное пастельное тона. А мы уже нам надо что-нибудь поярче. Ну, на этом заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Делитесь с друзьями. Пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч!